С конца 80-х годов в различных регионах России начались массовые протесты населения против строительства опасных для окружающей среды объектов. На этой волне появились радикальные экологические движения. Одно из них, хранитель Радуги, ежегодно проводит свои лагеря протеста уже более 10 лет. 2001 год. Уоткинск, Удмуртия. Компания протеста против строительства опасного завода корпорации «Лотхит-Мартин» в США. Приходит осознание того, что это крест на всю жизнь. И что все эти доводы, они рассыпаются в пах, они ничего не стоят. Офис «Лотхит-Мартин». Странители Радуги решили заблокировать здание, решили заблокировать офис «Лотхит-Мартин» до тех пор, пока они нам не ответят на наши требования. Если кто-нибудь хочет выступить, подходите на это снятие. Мы тут под дождем стоим. Визуальности нету. Помените нас, не пугайте. Мы не боимся. Мы сильный народ. Виней еще будем. 10 лет выживали, исключительно. 10 лет выживали, еще выжили. Мать, ну за что не поздно. Замон – это смерть! Замон – это смерть! Замон – это смерть! Замон – это смерть! Не давайте автобусу уехать! Мокируйте автобус! Мокируйте автобус! Я не жива, я вы. А это москвичи, ребят! А это москвичи, ребят! Это же чистая демократия. А это москвичи, ребят! 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 Кого толкаешь? Иди отсюда! Позор! Позор! Кого толку? Продолжение следует... 2002 год. После Воткинска берег Черного моря стал следующей горячей точкой экологических протестов в России. На Таманском полуострове химическая корпорация «Тольятти Азот» ведет строительство терминала по перевалке сжиженного аммиака. В двух километрах от курорта «Волна» и в десяти километрах от станицы Тамань активисты движения против насилия, движения хранителей «Радуги» и социально-экологического союза начали кампанию протеста против строительства аммиачного терминала. Саша, Глеб, Олег и некоторые другие в фильме Вадима Лихачева «Нет терминалу» Из репортажа «Радио Свободы» В непосредственной близости к строительной площадке находятся 11 населенных пунктов, население которых, а это около 30 тысяч человек, неизбежно пострадает при возможной утечке аммиака. Казачий атамант Геннадий Майков является главой администрации Таманского округа. 20 июля Таманский отдел казачий провел дегестирование этого строительства, где предупреждал корпорацию «Тольятти Азот», что пора прекратить незаконные действия по строительству, ибо вы вынуждаете казачество прийти к адекватным незаконным мерам. «Нет большего зла, чем то, что производится сегодня на нашей земле. Каждый, кто чувствует себя казаком, должен влиться в станичное общество, в хуторские общества и отстоять нашу землю. Слава России! Слава казачеству! Слава! Слава! Слава!» Мы узнали об информации, что здесь проходит строительство терминала по перевалке Аммиака. Вещь крайне опасная. Приехали сюда, связались с местными активистами, в основном представителями казачества, с Майковым Геннадием Григорьевичем, который является, с одной стороны, атаманом казачества станицы, а с другой стороны, является, в общем-то, мэром этой станицы. Ну, а сейчас пытаются снять, второй раз отправили в неоплачиваемый отпуск, вот именно за счет его жесткой позиции против строительства терминала по перевалке Аммиака. Сначала, как бы, такая инициативная группа работала в казачьем штабе, который нам предоставили под офис, и 10 августа был разбит экологический лагерь протеста. Курорт «Волна». Ну, сегодня 21 августа, как бы, второй день блокады офиса «Тольятти Азот» в поселке «Волна». То есть, как бы, вот, наши товарищи блокируют, как бы, их основной вход. Сейчас, в этот момент, в принципе, интересный, очень такой комичный. Как бы, охрана, в принципе, пытаются выпилить решетку, чтобы потом найти. Интересно. Первый раз наблюдаю подобный момент, ни разу не видел. Обычный капиталист лет себе на работу через Афгану. А у вас ложки есть? Ой, не знаю, если у меня есть ложки, но... Ух, вот ложки. Да нет, нормально. А там печенки всего лишь. Печально. О, а чайка? Ну, расскажите, что здесь происходит? Тут происходит экологическая акция протеста, организованная движением «Хранители радуги» и движением против насилия, против строительства терминала по перевалке Аммиака. Акция будет продолжаться до того момента, пока мы не получим от этих товарищей ответ. Почему все-таки они, наплевав на мнение людей, наплевав на результаты геологической экспертизы, продолжают разрушать это место и будут его разрушать, пока их не остановят. Мы добьемся прекращения этого объекта. Александр Зимбовский, движение «Хранители радуги». «Хранители радуги» «Можно чашки людей разобретать, блин?» «Круто!» «Все, все, хорей, хорей, хорей!» «Наверное, менты, там лимоники какие-то». «Нет, ну, электроформенные роды или бесформенные?» «Бесформенные, наверное. Давай запишем». Через 23 минуты. «Давай». «Ну, как бы, отчетельный факт произвел со стороны милиции. Прикованных людей, причем, как бы, была блокада за шею, буквально выширилась блокады». «Вот, в принципе, все это видите». «Зимбовский Александр и Артур Кадырлеев». «Возможно, они нас заметили, в принципе». «Сашу Волокут, Артуру Волокут. Вот, 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 вот момент. Его несут 8 человек. 5. Да, да, вот, вот. Вот, вот, вот. Подходит насилий, начинает затущаться». «Значит так. Если двигаться в нашу сторону, вытаскиваю пленку, поддаю тебе». «Окей. Хорошо, конечно». «Газета «Семь дней Кубани». Все это снимал на видео Вадим Лихачев. Милиция увидела его и тоже задержала. На следующий день после суда кинооператор был отпущен. «Александр, Артур и Глеб были осуждены на несколько суток ареста». «Станица Тамань». «Штаб компании протеста». «Просто казачество какое-то, оно так как бы стоит. Ну, да, надо, надо. Ну, вот, что слышишь, что надо бы, надо бы. Ну, что-то ничего не было бы. Не, вы понимаете, тут такое. Если бы вот не Сережа, я честно скажу, нас бы уже давно повязали. Потому что вот они с Наташиным закрывали руками эти цепи. И тут был один казак, который как бы смотрел, сохранял порядок. Как Сережу увезли, всех повязали. Это вот, ну, как бы факт. То есть безмездный. «Я не знаю, просто провокаций, наверное, бояться. Чтобы тут так. Если казачество поднимется, значит, это стычки с милицией». Понимаете? «В 22 июля мы провели акцию, очень крупную акцию. То есть сила Митаманского отдела, не санкционирована. Вот мне сейчас инкримирует как главе администрации действие, что я не только не предотвратил, так сказать, этой акции, но еще и участвовал в ней, еще и там произносил, так сказать, речи. К сожалению, власть, как бы, так сказать, сегодня охраняет власть денежной имущей. Ну вот, мы же демократия. Мы же демократия. Значит, мы лишены права голоса. Моего деда лишали права голоса. Теперь меня лишают права голоса. Я не имею права говорить. Если я что сказал, значит, меня должны судить на 15 суток, на 5 суток. Что я... А они без документации строят здесь, строят землю античную, которая... Краснодарский край должен изюминкой быть в России. И им все можно. А нам ничего сказать нельзя. Сказал, значит, ты враг России. Получается так. Когда это кончится? Мы уже выходили на референдум в прошлом году. Его сорвали. Вот сейчас будет новый референдум. Референдум подолять азотом. Да, вот подолять азотом. Поэтому нам говорят так. Терпите казыки. Держитесь. Держите. Придет время? Придет. Ну, пока, наверное, еще не созрели предпосылки. Предпосылки, да. На следующий день в Тамане начался праздник, куда съехались казаки со всей Кубани. ...запорожских казаков было сформировано князем Потемкиным и приняло активное участие в русско-турецкой... Сегодня Кубанское казачество отмечает важную и знаменательную дату. В 210-ю городщину, начало заселения плодородных земель Кубани запорожскими казаками. По большому счету, это событие не только всего края, но и всей России. Кубани. 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 по ательете Азотик, по терминале. Если получится, в принципе, у нас возможно замутиться какая-нибудь там, большая радикальная акция, там, около ательете Азот, ну, до Блохрада, там, стройки, ну, захват стройки. Учитывая то, что они, на самом деле, большие, такие, крепкие, это большая подмога нам, в принципе, таким радикальным, но молодыми силами. Еще одна у нас проблема. Тольятти Азотик, я в курсе. Спасибо большое. Волне стоит экологический, экологический, экологический протест, там, экологи приехали, там, со всей России, вот, там, как стоит, в принципе, если хотите, можно. Еще двоих экологов сейчас вот дали пять суток за акцию протеста. Через несколько минут. А что такое, ребят? Почему? Какое вообще? Какого права? Успокойся, успокойся. Так я не успокоюсь, все у меня относится. Давай сюда. А почему, почему, почему? Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратнее. Подожди. Все спокойно. Дружище. Ну, губернатор, что такое провокацию? Какая провокация? Нет, рафор. Ты сам отходил. Какая провокация? Какая провокация? Дай, ну, это что. Что это за... Можно меня осторожнее? Я никуда не вступлю. Все равно, вот, документы у вас с собой есть, что... Вы дай, райте, что у вас и камеру выберут. Черноморец идет, черноморочку вверх... Олега ЕРН задержала милиции. Я вернулся в штаб и сообщил об этом казакам. Что конкретно заявляют, если они их не выпустят? У нас есть на это все полномочия. Сейчас мы пикетируем милиции, ну-ка. Легко. Крымской вы пикетировали. Только никаких мульганских выходов подошли, все прижали. По законам Российской Федерации. Если они беззаконием страдают, ребята, то плаким. Мы, по законам Российской Федерации, предложим им нормальное... Мы сегодня пошли... Проделы, что ничего не говорят на митинге терминале. Они сегодня наши корыстовые, да? Это вызовно. Сегодня митинга нет. Сегодня праздник. И на сегодня провоцировать вот эти все неликвиды, это неправильно просто. Ребята, я предлагаю так. Делегацию казаков направить сегодня туда, в ход милицию. Адаман, давай, собирай 5-7 человек, без скандала. Да, что там, что за аресты опять пошли? Ну, опять вот докладывают, что задержали людей. Хотелось бы, чтобы не было, так сказать, глупых действий, которые приведут к адекватным ситуациям. Есть это или нет? Этого нет. Никто не задерживает. Все, спасибо. После звонка Майкова активисты были отпущены из милиции и вернулись в штаб. Все, что с вами происходит, обращайтесь, наверное, описывайте в этом на бумаге. На имя Атамана района. Пишите на имя Атамана района, Олещенко Виктора Альбовича. Он будет разбираться. Мы напишем. Это же не просто так. Будут заплачивать и вертикали власти, и чиновникам от науки. Все пользуются нашей бедностью. Вот со всеми, с кем я разговаривала, аргумент их был. Вы ходили по Тамане, вы смотрели, какая бедная станица. Действительно так. И говорят, денег-то нету, где их брать? Вот откуда. Аталетия зуд даст. Но все это неправда. Вот по большому счету идет подмена. То, как завоевывали, скажем вот, бусинами, подаренными когда-то индейским народом, вы знаете, на самом деле это настоящие бусины. Казакам говорю, ну вручите вы на этом празднике губернатору свой протест против строительства. Если бы они дали сегодня мне слово, ну конечно я бы все сказал. Громов. И сказал бы резко. Надя Ильич. Больше такое не будет. В очередной раз мы провалили. Ну почему? Я вам всем говорила. С кем я разговаривала по телефону? Почему Атаману Майкову не дали слово на митинге, горячо обсуждалось и на собрании казаков станицы. Первое выступление, и пошло бы слово терминал. И пошло бы тут скандал. А что, нам надо молчать за терминал, что ли? Правильно бы сказать. Не праздник был бы, Сережа, получился. А получилось бы тут, вы знаете, что... А если на то пошло, если на то пошло, то праздник... Вот и молчат надо было. Нет, первое дело терминал, а потом уже праздник, если пошло на то. Тут идет дело жизни и смерти, если так пошло. Он даже встречал, как своих гостей, казаков. А он стоял, как затертый где-то. Ему его вычислили, не дали ему. Он понял об этом. Ну, праздник праздником, конечно. А терминал терминалом. Нам здесь жить. Кривалку с углеводородов тоже там же. Ну, да. Терминал, кривалка с углеводородов. Сидеть, вы его снимаете. О, и Артур. Круто, Артур. Все одновременно вернулись. У меня весело, Артур с тобой возил бесплатно. Блин, а я как машина на машину перескакивал. Убрать, если кто мне утро, то я все врет. Утром вообще не разговаривал. Сиски. А почему голодовку не собирались уйти? Нет, ну, голодовкой мы объявили знак протеста против. Ну, раз мы в безобразии. Пидором запорождалось наше выдворение под административный арест. Три суда было, получается? Да, три суда. Мы объявили сухую голодовку. Не, Глебу, кстати, тоже довольно-таки не весело там, потому что он не может вставать нормально. То есть встает, он чуть ли не падает, уже в обмороке. Ну, Глеба завтра выпустить должны, 12, так что надо было за ним кому-то приехать. Желательно пару человек. Возле изолятора временного содержания в городе Темрюк. Конкретно вот сейчас откуда? А сейчас из некого изолятора временного содержания, у которого мы, в общем-то, тут сейчас сидим в парке. Вот. Просидел я в нем. Это достоин в заведении 5 суток. Из них вот 4 сутки, 3,5 суток на сухой голодовке. То есть не ел, не пил. Протестуя против совершенно дикого и неправосудного решения суда. Вот. И, в принципе, сейчас намерен вернуться в лагерь и продолжить борьбу. Слушай, слушай, ну про нагло. Ладно, профессор, тогда, извиняюсь, спрашиваю тебя грубо и нагло. Почему ты считаешь, что мозгом акции должен быть именно ты, а ты сказал, что он тебе дальше, ну как он стуя? Ну, ну именно, ну именно, мы его сделали. А как это вы, собственно, так понимаете, что мы считаем, что мы тут... Да, это самое деление, раздули все вы, как бы. Угнать это самое... Всех негров лагерь, короче. Все собрания всегда по определению проводятся, значит, а в лагере. А кто обычно собрания проводит, только вы в лагере? Вот, понятно, пожалуйста, можете вы организовать. То есть в лагере, ради бога, назначай. Ну, как бы, у меня предложение такое, как бы... Ну, ты начинаешь старой традиции, как опять... Видели бы вы, какая в поезде милиция? Ну, это старая традиция, дело в том, что есть такое понятие, как декларация. Декларацию хранителей мы все с вами, в любом случае, отменить не можем по определению, потому что никто нам этого не позволит, это все отменяется на конференциях. А как ты говоришь, похоронитель? Я ни к кому не отношусь. Два человека, короче. И на свою совесть. На себя и на свою совесть. Не на вас, не на хранителей. Ну, ладно, хрен с ними. Два ДПНа будем брать, два хранителей где-то. Можно там же какой-нибудь черный блок еще сделать. Ну, у меня есть еще один. Вариант, так говорю, все-таки пытаться давить на офис. То есть, как вариант рассуждаются все версии. В принципе, если будут блокадные бочки, это, в общем-то, довольно такая акция, технически выполнимая и достаточно эффективная, в том плане, что 500-килограммовая блокадная бочка становится перед дверью, которая открывается наружу, и она уже не открывается. Этихи приходят два человека, если вы сами прекрасно понимаете, что блок тяжелую технику для того, чтобы убрать, тоже использовать невозможно. То есть, вообще, такая блокада практически не снимаема. Вот. В общем, тема такая, короче. Люди, конечно, есть терпеливые, а есть агрессивные и нетерпеливые. То есть, вот эти бочки, они, конечно, тяжелые, но эта тяжесть может сыграть против нас. То есть, там могут снимать нас с этих бочек как угодно. Да. Ну, я хочу сказать, что мы знаем, на что идем, в общем-то, и, в принципе… Естественно, единственный, на самом деле, реальный способ снятия блокадными бочки, это бить приколавшего человека, ловать ему кости до тех пор, пока он сам не откуется. Просто надо приколивать таких людей, которые не откуются, не при каких обстоятельствах. Вот и все. Может, уже сотая какая-нибудь. А, ужас. Как всегда вот. Пять там пошли. Я сейчас подожду. Всем внимание! 3 сентября в 12.00. Акция просит строительство терминала по хранению жирного обмиака у строительной базы терминала. Это рядом с поселком Волна. Нужно гнать товарищей отсюда, пока не поздно. И не думайте, что все безнадежно. В 95-м году отсюда отселили терминал по хранению жирного побудного газа. А его строил Газпром, самая крупная в стране корпорация. Так что это дело закроем. Нужно только действовать вместе. 3 сентября в 12.00. Кстати, после нашей акции, которая прошла 20 августа, господин Махлай в срочном порядке вывез из офиса архив и наиболее ценное оборудование. Так что офис мы уже хорошо отрехнули. 3-го числа, да? Да. Теперь можно действовать дальше. А ты говоришь, все знают. Надо было взрывать железную дорогу. Ну, пасарак! Вот тогда собирались. Ага, ментов провезли 120, а постующих 50. Что они сделают? Да ни хрена. Вот здесь надо. Пирожок с капусточкой еще возьмите. Вот вам еще. Спасибо большое. И спасибо, что вы делаете. Еще будем думать. Я думаю, в Тамане тоже будут акции. А это дело другое. Вот это башни, башни, дайте пройти. Люди ходят здесь, а они... Это дело другое. Так что, если мы уже тряхнули, теперь можем тряхнуть базу. 3-го сентября в 12.00. Устроительные базы. Акция протеста. Проведем. Приходите, вы наша сила. Да, приходите. Что, мне хочется туда 10 рублей билет, назад 10 рублей 20 рублей. А мы здесь проведем. А в Тамане уже людей сколько много? А что в Тамане собирается? Так в Тамане эти гады не живут. Кто-то против кого протестовать? Против Маякова, так он и так против терминала. Он против терминала. Нет, он не против. В ночь редакция протеста в лагерь прибыла группа поддержки с блокадными бочками. Т.е. мы опираемся на счет документов. Мы говорили, что это незаконно, потому-то, потому-то. А мне сейчас спрашивают корреспонденты. Вот вы говорите, что это незаконно. А что незаконно? Я им достоверно не могу ничего сказать. Потому-то у меня нет именно актуальной информации. И это очень слабое звено компании. Потому-то, что мы не знаем, что у них незаконно. А то, что у них незаконно, это однозначно. Они делают очень на шару, и у них куча зияний. Понимаешь? Мне кажется, что компания должна быть более объемной. И кроме радикального аспекта, в ней должен присутствовать и переговорный. Ни на каких переговорах у меня речи не шло. Были разговоры, ребята. Может, нам чем-нибудь помочь материально. Может, нам баксов посыпать и так далее. Потом приезжали другие. Там люди говорили, что не засыпайте вас песочком и так далее. Поэтому, на самом деле, сначала кнут, потом пряник, потом обратно кнут, потом обратно к пряник. Позиция наша пока недостаточно для переговоров. И переговоры нам никто не предлагает. И никто не предложит нам переговоры, потому что со слабыми переговоров не ведут. У меня пока все. То ли просил слова... Чего такое? Почему такое? Почему такое вообще? Подношень сядет. Поехали. 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 Двое активистов были арестованы во время блокады. Через два часа начался митинг протеста. Значит, приказ вышедший, мы не имеем права выступать сегодня, принимать большое участие. Мы в нем присутствовать, смотреть. Сессия районная приняла вопрос о референдуме. Пожалуйста, участвуйте в референдуме, высказывайте свое мнение. А вы строите, мы будем строить. Не мы строим, девушка, я не строитель. Митинг закончился демонстрацией к Тольятти Азот с требованием освободить арестованных активистов. Почему казачество сейчас неактивно здесь ведется? Потому что сейчас мы можем сорвать референдум. Сейчас появились любые по закону, инициативная группа, кто-то появился с членом, все, можно. Это называется агитация. Да, но не вся, все же казалось бы, инициативная группа, и второе, казалось бы, вполне можно в физическом участвовать. А вот в отношении вас, все они раздумали вас с этого поста сместить? Да нет, думаю, нет. Нет, ну в принципе, они пытались, что ли, трактором эту бочку. Сначала они, при участии 10 человек, эти бочки оттащили немножко. Естественно, так быстро это не делается, тем более против такого большого объекта. Нужна долгая компания. К примеру, в Откинске, где мы были в прошлом году. Позже милиция сорвала все плакаты. Во время их расклейки Саша был арестован на 10 суток. А вы надолго? Ну, как получится. То есть, пока до конечного результата, что ли? Да. Так это можно и зимовать, да, так ли. Мы разберем. Может, помощь не нуждаетесь в какой-то помощи. Ну, приходите завтра митинг в Тамане в час на центральной площади. Приходите. Да, если вам интересует... Да нет, к сожалению, мы уедем уже. Я говорю, что, где ваши люди? Сейчас придут все. Когда же это сейчас? Уже час. Надо же раньше приходить. А тут народ подходит, кем ходит. Я на предложение вы сюда встать? Да, да, да. Переполнили жаждаю наживы. Геннадий Майков был уволен с поста главы администрации. Референдум не состоялся по формальным причинам. В ноябре 2002 года строительство было остановлено. Но летом 2003-го стройка началась вновь. Борьба продолжается. Но пасаран Радикальными пойдем путями Зашипуем дерево гвоздями Все дороги поперекрываем Трактора и пилы повзрываем Ведь им не пройти Мы встанем на пути Протестов счастливая пора Ведь им не пройти Мы встанем на пути Все вместе Но пасаран Глянем залпом радикальных акций Против транснациональных корпораций Против власти доллара и нефти Против надвигающейся смерти Против всех АЭС и химзаводов Против автотрасс трубопроводов Мы за человеком и природой Мы за повсеместную свободу Ведь им не пройти Мы встанем на пути Протестов счастливая пора Ведь им не пройти Мы встанем на пути Все вместе Но пасаран Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok